Всем привет, друзья! С вами Джонни, и это 37-я серия нашего пути до сета аксессуаров за 25 тысяч азекоинов. Вроде бы Аризона перестала уже лагать, и можно смело начинать играть. Я зашел в свой подвал, и у меня снова появилась идея, почему бы не попробовать 10 раз скрафтить катану. Находим ее в разделе с аксессуарами, и для 10 крафтов мне понадобится не так уж и много ресурсов, а именно 460 металла, 120 материалов, 140 камней, 30 бронзы и 3900 дров. И так как мы будем крафтить ее 10 раз, каждый новый крафт мы будем выбирать по одному новому цвету. Но перед этим нужно заглянуть в мой шкаф, ибо у меня, если я не ошибаюсь, там были кое-какие ресурсы, а именно 1000 дров. Также у меня есть много материалов, но возьмем, пожалуй, 120. Ну а также у меня было 6 камня. Далее сажусь в свой маверик, и отправляюсь, конечно же, на шахту. Хоть на часах и уже почти 2 ночи, но в любом случае, здесь я нашел подписчика, который мог мне продать нужные мне ресурсы. Если что, на руках у меня прямо сейчас 44 миллиона. Тот самый подписчик выставил на продажу все нужные мне ресурсы. Покупаю 140 камней за 1 миллион 470 тысяч. 460 металла покупаю за примерно 8 миллионов. Ну а также 790 дров покупаю за почти 400 тысяч. На руках у меня осталось 34 миллиона. Игрок выставляет бронзу на продажу, покупаю у него 30 штук за 900 тысяч. И далее отправляюсь на центральный рынок. Прилетел я на центральный рынок, но и здесь мне, в общем-то, осталось докупить оставшиеся единицы дров. Сделал пробежку по всем лавкам. Нашел одного игрока, который продает дрова по цене в 2000 долларов за одну штуку, что является, ну прям, очень дорого, ибо их средняя цена это 500 долларов. В конечном итоге нашел одну лавку, где игрок продавал нужное мне количество дров по цене в 600 баксов за одну единицу. Купил я, в общем-то, 2210 штук дров по цене в 1 миллион 326 тысяч. Перезаходим в игру и снова оказываемся у меня в домике. На руках у меня 32 миллиона, ну а в инвентаре есть нужные ресурсы для крафта 10 катан. Спускаемся в подвал, и так как у нас есть всего лишь 10 крафтов, я решил делать каждый новый крафт, выбирая новый цвет. Первый крафт это у нас стоковая катана в стоковом цвете. К сожалению, наш крафт неудачный. Как-то давно я крафтил целых 50 раз катану, и смог скрафтить с 50 попыток всего лишь 2. Но, к сожалению, в этот раз мне также не везет. Ну и, в общем-то, остальные крафты также ничем успешным для меня не закончились. По итогу на ресурсы я потратил примерно 11 миллионов. Если же я скупал эти ресурсы на протяжении дня, можно было потратить где-то миллионов в 5-6. Но, в любом случае, это не так уж-то и много. После крафта я вспомнил, что на сервере Гилберт у меня по-прежнему осталась одна кастомная фура. Ибо, как вы помните, когда я их покупал, покупал я сразу две. Одну для острова Вайсити, который уже давно продал, и одну для сервера Гилберт. Так вот, решил я снять весь тюнинг с этой фуры, теперь она у меня полностью стоковая. И мне в голову пришла идея о том, чтобы выставить Вольво Трак на продажу. Ибо в ближайшее время я точно не буду работать дальнобойщиком, а тем более сдавать ее в аренду. Поэтому я отправился прямиком на автобазар. На автобазаре, кстати, продаются у нас такие вот интересные автомобили ДФТ, которые нужны для развозки бочек с топливом. Возможно, когда-нибудь я словлю себе такой вот транспорт, либо же куплю, но точно не сегодня. Решил я, короче, выставить свой Вольво Трак на продажу, не зная, какие сейчас цены на эти автомобили. Выставил я его по приколу за 60 миллионов, хотя напомню, что покупал я конкретно эту фуру меньше, чем за 40 миллионов. Сейчас на экране вы точно видите, за сколько я ее приобретал. Это, если что, было еще до доработки дальнобойщиков. После того, как я ее выставил, я даже не заметил, что в чате мне игроки писали «Стой, сними», оскорбляли меня. В это время я написал в вип-чате о том, что продаю Вольво Трак стоковым, после чего заметил сообщение игрока «Они по 150 сейчас». Также я заметил, что игроки реально сделали небольшой ажиотаж вокруг меня, поэтому сразу снял фуру с продажи и сразу после этого поднял трубку и стал общаться с возможным покупателем. Как я понял, фуры реально поднялись жестко в цене. По итогу, в телефонном разговоре мы договорились с тем самым игроком встретиться на базе дальнобойщиков ЛВ, переносимся мгновенно туда, в общем-то, как мы видим, этот игрок также на кастомной фуре. Там мы немножко посидели, подождали его друга, ну а далее вернулись обратно на автобазар, где через команду «Селкарту» я продал свой Вольво Трак за целых 125 миллионов. И то есть, получается, чистая прибыль с продажи этой фуры у меня составила чуть больше 85 миллионов. На руках у меня сейчас 156 лямов. Далее я забираю свой «Бугатти Болид» и возвращаю туда весь ФТ-тюнинг, ну а также устанавливаю обратно ковш. Жаль, конечно, что «Твин Турбо» так и не получилось забрать с того самого автобуса. Так как у нас было позднее время, а именно 2.53 ночи по московскому, мне подсказали, что в это время в «Аризона Тауэр» проводится аукцион на какие-то квартиры, где не нужно оплачивать налоги. Также мне сказали, что эти самые квартиры очень ценятся на других серверах. Можете сами посмотреть, начиная с 6 этажа у нас все квартиры находятся в ГОСе и ожидают завершения аукциона. Там, кстати, была даже квартира, ставка на которую игрок поставил 400 миллионов. Видимо, по ошибке, но все же. Их стоимость у нас 50 миллионов, но стартовая цена начинается от 40 лямов. И так как у меня сейчас есть свободные средства, я предлагаю вложить деньги в эти самые квартиры и постараться купить какую-нибудь из них. Кто знает, в дальнейшем может получиться то же самое, что и с фурой, и можно будет ее продать вдвое дороже. Изначально сделал ставку на одну квартиру, которая находилась прямо напротив лифта, но мою ставку кто-то перебил, и понятное дело, я не стал уже перебивать ставку того игрока, а нашел себе просто другую квартиру, где никто не ставил до этого никакую ставку. Также поставил 40 лямов в 150 тысяч, и стал просто ожидать завершения аукциона. По итогу аукцион у нас закончился, теперь эта квартира полностью принадлежит мне. У меня есть возможность спавниться в этом новом Arizona Tower, хотя он уже не новый. Но, как я понял, здесь будут и дальше выходить какие-то обновы, связанные с ним. Короче, посмотрим. Ну а прямо сейчас вы видите победителя на розыгрыш из прошлой серии. Отпиши мне вконтакте, чтобы забрать свой приз. Ну а сегодня давайте разыграем одну тысячу азекоинов, условия как всегда простые. Нужно написать свой никнейм в комментариях, подписаться на канал и также поставить лайк. Ну а если хотите, чтобы следующая серия вышла уже завтра, то набираем здесь 500 лайков.